Всем привет! Сегодня у нас 26 декабря. Сегодня была ёлка моего сына. Хочу вам показать подарочки. И муж уже вот скоро, через часик-полтора, принесёт подарки, которые давали моим детям на моей работе. Вот, он за меня получил, потому что мы работаем в одном месте. И что хотела сказать, то что сегодня была ёлка, и я на ёлку не пошла. Я даже не знаю. Я хотела идти, но были причины. То, что он себя плохо ведёт, и то, что я ужасно себя плохо чувствовала. Я хотела спать, потому что всю ночь не спала опять с Алиной. Вот, я считаю, Тёмку отвела и пришла в девятом часу, наверное. Ого и долго мы с ним собирались в садик. Вот, и пришла только в начале девятого, пока там его переодела. Ладно, сейчас покажу вам подарочки. Ну вот, собственно, подарки. Что могу сказать? Упаковка вообще отстойная. Ну, не знаю. Не тратить. Обычный какой-то мешочек, конечно, типа новогодний. У меня вот даже есть бэух, упаковки намного лучше. Ну, ладно. Только, знаете, так вот, перемотано такой мешорой из проволоки. Так, завязали. Если я не раскрывала, не смотрела, какие конфетки, то вы меня сейчас и все выпрашиваете. Я приняла вот этот вот подарочек. Давали его на утреннике, на елке. Прям Дед Мороз, видимо, дарил. Или в группе дали. Потому что, я как поняла, мы сдавали деньги вот только на этот подарок. В общем, не знаю. Ну, обычно вот еще плюсом к этому подарку вот этот вот идет. В простом таком мешочке. Какую детка. И вот такие конфетки, шоколадка. В общем, мандаринки. Сейчас все раскрою, посмотрим вместе с вами. Раскрываю первый мешочек. Вот этот, за который я издавала 350 рублей. Вот этот подарочек. Вот столько конфеток. Ну, что могу сказать. Подарок так себе. Я думала, что будет лучше. Кстати, в том году, по-моему, был лучше. Я не снимала. Не знаю. Не очень-то. Подарки, конечно. Вот это желейный мармелад. Такое вот. Шоколадное суфле или что-то. Многие конфеты даже не пробовала. Ну что? Я не сильно прям люблю поесть шоколад. Такие вот, кстати, вообще не люблю. Желейный такие вот. Такие пчелка или что-то. Короче, Тема меня любит. Так что ему это в радость. Такая конфетка. Вот такие две. Там еще он есть. Такой батончик. Там дети, можете слышать опять, что воюют. Такая вот интересная конфетка. Такую тоже ни разу не пробовала. Такой батончик. Почувствую. Очень быстренько сейчас покажу. Вот эти вот, по-моему, конфетки вкусные. Не помню точно они или не они. Такие-то наподобие. Я прям полюбила одно время. Брали. Вот. Вот такой вот подарочек. 350 рублей. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Насчет такого подарка детям в детском саду. Это 350 рублей. Ну, в принципе, мы не сдавали там какую-то прям огромную сумму. Ну, в общем, вот. И сейчас распакую этот подарочек. Ну, и вот второй мешочек. Сейчас вам покажу. Вот это вот первый. Вот второй. Еще раз повторюсь. Не знаю, платили ли мы за него. Ну, вот за этот 350. И это бесплатно от садика или как, не знаю. Или какая-то сумма с этих вот денег пошла на вот этот подарок. Вот, смотрите. Фруктами пахнет так. Конфетки. Так, немножечко. Мондаринки. Яблочко. Шоколадка. В общем, вот такой вот подарок на Новый год получил мой сыночек. Ну, и еще принесет Ваня два подарка для Алины и для Темы. Но об этом я вам сказала. И тоже вам покажу позже. Вот подарочки. Папа принес подарочки. У-у-у, какая красота. Подарки. А тут разные. Это все годы. Подарки. Подарки, да? Какие коробочки, да? Какие-то маленькие. В прошлый год будет все чуть больше. С Новым годом! Смотри, Новый год, да? Смотри, тут Дед Мороз со Снебуркой, да? А тут кто? Мышка? Пи-пи-пи. А кто не скрывает? И мне скрыть. Давай, давай. Коим, прикоим. Посмотрим. Моё умение. О, Алина, все там. О, Алина, все там. О, Алина, все там. О, Алина, все там. Сейчас открою, Алина. Мне чем нужно? Мясо, Григо. Все, вот такие вот подарочки. Коробочки. Вот. Чакопайки. Шоколадка, зебра. Конфетки. На ёлку. На ёлку. На ёлку. Где? С детьми? С детьми. На ёлку пойдём? Кто? Ты на ёлку пойдёшь с Алиной? На какую? Там, где три, там, как-то бывает, дали, на третью и так. Все такие конфеточки. Такая упаковка не очень. Что говоришь, три дали? Три этих. Прогласительные. Прогласительные на ёлку. А почему три? А почему три пригласительных? Только не одну налив. Один, плодорок. Все, по-другому. А мне? Вот тебе. Тебе, Алине и мне. Я на кухне, и сейчас хочу приготовить ленивый плов в духовке. У известного блогера увидела этот рецепт, и вот хочу приготовить. Так что, если интересно, готовьте со мной, смотрите. Готовлю я уже не первый раз, второй раз. Так что вот хочу это заснять. Возможно, кто-то не знает, кому-то пригодится. Обжариваю лучок на такой вот плитке. В общем, у нас кончился газ. На газовой плитке, в общем, не поработать. А варочную панель нам до сих пор еще не сделали, не вернули. Новую целью не дали. В общем, еще ждем. Сказали на этой неделе. Но мы все ждем, ждем. Так что, готовим пока. Вот так вот, уже второй день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, я уже все приготовила, достала. И вот такой вот плов у меня получился с курочкой. Или рис с мясом, назовите кто как хочет. Вот такая вот вкусняшка. Очень аппетитно выглядит. Вкусненько пахнет. У нас сейчас времени до 4 утра. И мы их пахнет. И мы их пахнем с курочкой. Вот она опять у меня. Ирит, доброствует, играет. Сейчас в куртики смотрит опять своих свиней. Ну вот, я хожу в курочках. И надо уже как бы заканчивать видео. Потому что я не попрощалась. На кухне танцов выбирала. Мама, а зовите мой корабль. И ушла Калина, потом она не проснулась. Как бы я не хотела, чтобы она была. Но все-таки не могу это видеть. Вот. Все, сейчас буду с вами уже прощаться. Потому что буду пытаться ее воскресить. Все на этом. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok